Всем привет! С вами Милана Монлайт. И сегодня у меня будет необычный, фантазийный, разговорный ролик на тему рынков, путешествий, сувениров и различных товаров, привезенных из них. Всем желаю приятного просмотра! На моем канале не будет высосанных из пальца видео топ самых шлейфовых, топ самых стойких ароматов. Знаете, хочется подключить фантазию и снимать те ролики, которые действительно хочется снимать. Я запускаю такую рубрику зимнюю, зимние посиделки. И вот сегодня у меня вечер, выходной день. Мне захотелось такого немножко фантазийного ролика. И сегодняшний аромат дня, ой, точнее вечера, у меня будет фар-эвэй, классика, восточный аромат. Ох, главное на украшения не навести, которые как нельзя кстати в данную тематику. У меня сегодня много украшений, и меня вдохновило. Знаете, что? Недавно я возвращалась с работы, сломался автобус. Я вышла из него, там был торговый центр. Думаю, дай зайду, посмотрю. В нем я бываю редко. И что я увидела? Я увидела индийскую выставку. Раньше, когда к нам приезжали с индийскими выставками, это было много афиш, активная реклама. И такие выставки, вот 4 года назад, например, они проводились все время масштабно. И было очень мощное, прямо звенело на весь город, что приехала индийская выставка. Все, я просто потерялась. И действительно, для меня вообще рынки, я не знаю, как для вас, но вот эти рынки, сама атмосфера, вот эти богатства каких-то товаров, хоть там, да, есть и с Алиэкспресс какие-то украшения, но есть какие-то аутентичные такие вещи. Для меня это как сокровище. Я вообще любительница рынков. Для меня с детства рынки были целым приключением, настоящим таким, знаете, каким-то праздником, торжеством жизни, многообразие товаров, просто благосостояние в самом высоком понимании. И по любви своей к вещам, к тканям, к отрезам, я думаю, что где-то в прошлой жизни, возможно, я была какой-нибудь купчихой. Либо, не знаю, держала какую-нибудь точку товаров, либо их возила. Потому что по меркам, по древним меркам, те продавцы, купцы и те, кто продавали отрезы ткани, они считались богатыми людьми. Но у меня сейчас это богатство тканей, различных сувениров не измерить на сегодняшние деньги. Сегодня это всё-таки недвижимость в цене, какие-то металлы драгоценные, акции. Но вот у меня, мы смеялись с мамой, я говорю, по моей любви к вещам, тканям, вот этому в кавычках барахлу, которым очень быстро я обрастаю и от которого нужно периодически избавляться. Притягиваю просто вещи и различные материальные меры для меня, это просто как на ладони. Я пойду и что-нибудь искать, я найду много вещей, они мне все понравятся, я их приобрету. Вот. Вот и сегодня у меня такая атмосфера уже новогодняя, зимние посиделки начались. Всё вот думаю, знаете, вот в 90-е, я училась в первом классе, в 90-е, и у нас был рынок в Новосибирске. Там закупались все челночники, которые возили товары, продавали их на рынках. Но ещё до этого, до моего школьного возраста, я помню, мне мама, папа как-то купили юбку-ламбаду. У фарцовщиков, вот, кстати, фарцовщики, это те, кто нелегально, по-моему, на квартире продавали раньше одежду. Вообще, вспомните, вот эти, даже немножко до 90-х, возможно, или 90-е, я не помню точно, вот эти юбки-ламбада. Платья с этими, с попугаями купили мне и сестре, это была прям, знаете, вышка какая-то. Вот эти ламбада-юбочки, это просто модно было. Ещё модно было кучу резинок цветных, таких неоновых, ярких. И хочу вам, кстати, показать, если вам будет интересно, у меня есть такие украшения, сохранённые. Я вообще, наверное, если бы у меня было много денег, я бы была коллекционером. Действительно, я умею хранить вещи, и для меня всё-таки винтаж, это история, это память. И вот в то время для меня, когда ребёнка, было просто вот купить такие кольца-серьги неоновые, это было прям вау, это круто. Вот они примерно из того времени, я их сохранила, потому что это для меня было моё первое, знаете, такое украшение. К нему у меня были такие бусы, яркие, неоновые, и вот эти резиночки разноцветные, которые всем навязывали, они такие мягенькие. Тогда же начались мода на жвачки, которые привозили дальнобойщики в основном, прям заказывали. Кому-то перепадало, кому-то нет. Привет повезло тем, у кого были родители-дальнобойщики, отец в основном. Такое ещё у меня есть украшение, просто неоновое. Это всё, знаете, такие мои желания. Возможно, это, кстати, Китай, это всё пластик, но смотрится интересно. Вот в такой, в таком мешочке. Могу отдельный ролик просто снять на эту тему. И я помню, как мы ходили в таком районе, достаточно криминальном, там, ну, не особо так, гостеприимные люди ходили на квартиру, и мне вот купили эту юбку-ламбаду. Причём, наверное, я даже её не мерила, мне её ушивали, потому что она была последняя, ну, конечно же, последняя. И по бешеным каким-то ценам лосины у меня чёрные появились первые. Были времена капоров, такие, знаете, надеваются. Сейчас, кстати, какое-то время это было модно. Они были бирюзовые, какие-то малиновые, вот эти махеровые кофты. Вот это вот время. Когда на картонке стоишь на улице, меряешь штаны, меряешь какую-то... Помню, у меня розовая была куртка с сердечками, это просто был писк какой-то моды на вот эти куртки. Появились вот эти махеровые кофты, расшитые бусинами. Я никогда не забуду женщину с этими золотыми шарами в ушах. Это просто, вот знаете, целая эпоха, целые воспоминания. Аромат Гуччи Раш, вот это прям символ того времени, я думаю, что это так. Хотя и аромат Кобра тоже символ того времени. В общем, это целый мир, вот всё сменяется. Далее, по моим воспоминаниям, были уже вот эти... Рынок в Новосибирске, где была точка китайского товара крупная. Туда нужно было ехать, и мы всей семьёй на машине туда поехали. Это уже спустя какое-то время, да, после её бакламбада было. И появились такие неоновые кофты, дико синтетические. И если я найду, я вставлю картинку. Дальше были неоновые полотенца, полосатые. Это просто был какой-то супертренд. Я найду свою фотку, где я всё разложила в неоновых тонах. Это было супер модно. Какие-то были кофты, а, майки с куклой Барби. Том Кляйн, майка розовая. Это было прям вообще изюминка на торте. Вот именно майка Том Кляйн. Розовая здесь лаковая чёрная вставка, надпись Том Кляйн. Вот эти пиджаки. Всё это меня манило. Я просто атмосферу рынка, вот того советского. Она не совсем гостеприимная. В основном это все в золоте продавцы. Вот так, перчатки, обрезанные пальцы. Вот эти все деньги считают. И в куче, в такой, в тёплой одежде. Это всё зимой, это всё на морозе. Куча пакетов каких-то. И помню первые туфли, которые я себе захотела. Первый класс, когда собирались идти, я хотела себе красные лодочки. Если я вставлю примерную картинку, как они выглядели. Для меня это был сверх пик какой-то желанности. Мама мне купила белые лодочки, которые для меня были не такими желанными. И моя страсть к одежде, потому что меня в детстве одевали в колючие кофты. Конечно, тепло одевали. И я мерзлячка, я до сих пор тепло одеваюсь. Но у меня с того времени, когда родители не совсем спрашивали, что я люблю. Не все вещи мне нравились. После этого у меня был просто... Когда я начала зарабатывать, когда начала покупать сама все вещи, я просто отрывала душу на этих вещах. На том, что я именно хочу сама себе приобрести. Какое-то красивое бельё. Какие-то красивые, мягкие, неколючие кофты. Ой, это можно говорить просто часами. Я отхожу от темы. Вот меня вдохновила вот эта индийская ярмарка. Здесь, в принципе, у меня, наверное, видео на минут 50 можно сделать. И здесь у меня не всё с этой индийской ярмарки. Я вам покажу. Купила там духи. Это твёрдые духи. London Night. Это всё пахнет, когда вы слушаете вот таким образом. Когда наносите на... Ну, вообще, это нереально просто нанести, чтобы это как-то шлифило. Это всё-таки, я считаю, как покупка такая, сувенир. У меня нашлась брошка, кстати, вот такая. Я не помню, откуда она. И очень похожа с вот этой птичкой. Не знаю, будет ли вам видно. Это баночка из латуни, покрытая эмалью. Ну, вот и брошка, наверное, тоже из латуни. В общем, духи это моё всё. Там масла, такие, знаете, палочки продавались. Которые я, кстати, больше всего люблю слушать из коробочки. А когда они зажигаются, всё-таки аромат дыма, он немножко гасит вот этот аромат. И вот, кстати, здесь аромат. Такой медовый, пыльцовый, вкусный, мускусный немножко. Такой прям классный аромат. Это самые почти популярные палочки. Я просто спросила, какие популярные. Мне девушка подсказала, возьмите эти. А ещё там продавались палочки по чакрам. Там зелёные, красные. И меня тянет на фиолетовый. Кстати, у меня какой-то фиолетовый период. Он у меня был где-то, знаете, года 22. У меня всё было. Фиолетовые сапоги, фиолетовая куртка. Какие-то повязки на голову фиолетовые. И сейчас у меня прям страсть к фиолетовому. Я купила себе помаду Варифлейм. Пепельный мауф. Вот такая матовая новинка. И просто ещё заказала сегодня сливовый оттенок, по-моему, Джордани иконик. И, знаете, вот меня прям прёт. Начнулось всё вот с этого свитера. И поднеслось. Сегодня, кстати, на мне я тестирую новую минеральную, обновлённую минеральную тональную основу. Это Джордани иконик. И вот это у меня мраморный оттенок. Я в телеграм-канале выложу свотчи. Я просто такой бледной и никогда не была. Вот тестирую. Переходите в мой телеграм-канал. И тушь моя любимая от Варифлейм. Это эффект кошачьих глаз. И сегодня, как могла, я вытянула бронзером вот эту тональную основу. Бледнющую. Прочти как призрак. Надеюсь, получилось неплохо. В принципе, я думаю, красиво смотрится. Качество мне понравилось. Так, знаете, ухаживается лицом. Не застывает. Пластичное. Можно вообще использовать, наверное, как консилер. Потому что очень пигментированное. Всё перекрывает. Да, и уже покажу, что сегодня я применила. Вот такой кондиционер для волос. И мне так понравилось. Такой приятный аромат, знаете, органового масла. Вот просто аромат масел. Я не знаю, насколько хватит. Потому что баночка вообще небольшая. Но аромат просто дорогой. Какой-то тоже напоминает аромат. Вот этот восточный. Именно вот этих дорогих масел. Я масла всегда... Масла я всегда привозила из поездок. Это моя такая особенность. И сводила себе с волос маслом. Именно чёрный цвет. Хорошо масло вымывает пигмент. Но волосы всё состригались, состригались. И вот у меня есть видео на канале. Как я... История моих волос. Если интересно, то что приходите. Всё благодаря маслам. Я смыла чёрный цвет. Я очень люблю путешествовать. И с каждой поездки я привожу обязательно что-то. Для меня рынок — это лицо вообще страны, в которую ты приезжаешь. И... Ну, это самое такое, знаете, говорящее, что может быть. В Индии я не была. Но рынок — это вообще то место, где раскрывается город. Раскрываются жители, да, которые продают с этого рынка. Всегда интересно поторговаться, пообщаться, узнать, а что это, как. И вот, кстати, на индийской выставке был палисандр. Вот такой кусочек дерева. Он либо сам масляный, либо есть ещё палисанту. Их пропитывают маслами, делают бахоры. То есть окуривают помещения. Я со студенчества, даже со школьного возраста, любила вот эти различные аромопалочки. И они были не пыльцовые, а такие, знаете, обычные раньше. И окуривала помещения. Это жила и с родителями, с сестрой. Мы ещё были, ну, школьницами. Сестру просто выродила от моих таких окуриваний. Окуриваний такие вот мои... Я не знаю, откуда это... Возможно, есть какие-то восточные корни. И, в общем, она мне очень долго припоминала, что я просто тошнила от этих палочек, от того, как всё пропахло. Но я не фанатею, конечно. Я не приверженна религии. У меня христианская религия. Но меня манит вот это изучение. Ну, не то что изучение, а погружение в культуру. И когда ты приходишь на рынок, ты первым делом хочешь унести с собой кусочек вот именно какой-то культурно-национальной, какой-то принадлежности, вот чего-то особенного. Пока не забыла. Покажу вам. Сейчас я читаю книгу «Аку-аку». И эта книга, буквально немного я начала читать, посвящена тому, как отправилась экспедиция на остров Пасхи. И как собирались на остров Пасхи, кто организовал экспедицию, они хотели вести раскопки на этом острове, чтобы местных жителей задобрить. Они с собой собрали роскошные ткани, крючки для ловли, очень много, чтобы можно заключить было вот этот товарно-обменный процесс наладить. Потому что, знаете, вот как считаешь по истории, что большинство, которые приезжают на остров, либо туземцы, да, к туземцам, они очень барбарски входят в пространство, ничего не предлагая взамен. И вот эти, когда начался, это мои размышления и фантазии, когда начался товар на вот этот обмен, ну не было денег, да, товарный обмен, то это уже было, знаете, таким, наверное, примирением двух разных культур, разных государств, разных религий. И это, в принципе, очень грамотное решение, потому что хочется всегда то, чего нет, то диковинное, что вот есть у других, а у тебя нет. И это расширяет горизонт информационный вот именно разных стран, да, узнавание разных культур, существование, выручка, да, какая-то вот, товарный обмен, вот это здорово. Вот это мне интересно, вот как раньше именно люди, не имея денег, они вот осуществляли какой-то вот этот обмен, вот сам товарами, услугами, ну это здорово, по-моему. Вообще, если бы была такая возможность, я бы хотела телепортироваться, либо посмотреть, знаете, вот как по-настоящему вот жили какие-то, не знаю, вот римляне, потом туземцы, различные восточные, вот именно те культуры, вот которые и наши даже культуры, какой вот он, вкус был у продуктов, какие вообще ароматы были. Вообще, я смотрела ролик, как шоколад начинали, то есть вкус современного шоколада, это целая цепочка звеньев, как к этому прийти, то есть как к этому пришли вкусу, то есть раньше там какао-бобы не умели разделывать, как-то культивировать, использовать, и только со временем мы вот получили тот вкус, который мы имеем. И также со многими другими продуктами, в том числе, конечно, и парфюмерия, не все было открыто, все было натуральное масло. Кстати, вот в этом аромате London Night, я не знаю, на что это аналог, но здесь он такой пряный, прям жасминовый, восточный. Его, кстати, смотрела, можно где-то в интернете приобрести, но не всегда он есть. И когда растираешь, то либо масло вот этого кунжута, либо масло каких-то семечек, очень так похоже отголоскам на наши семечки подсолнечника, но здесь вот немножко другая идея, это не прям подсолнечник. Очень специфичный аромат, то есть понимаешь, что вот эти ароматы, они были, ну и есть, наверное, вот эти натуральные ароматы, они грубо звучат, и они из каких-то простых компонентов состоят. Много всего еще я купила, кстати. Это, кстати, недешево покупать на индийской ярмарке товары, потому что вот 50 грамм, ну вот у меня получилось 100 грамм чая, например, это стоит 350 рублей, но это как бы вообще недешево. И причем он, добавлен в него ароматизатор, он не столько заваривается в чайнике, сколько вот этот аромат ароматизатора. Из чаев, я помню, привозила из Египта лемонграсс траву, обалденная трава, такая, знаете, немножко лимончик, немножко мята, но это все так сглажено. В Таиланде лемонграсс, можно услышать масла в спа-салонах, очень красиво. И вот здесь чай мохито, зеленый чай с лимоном, и я думаю, что здесь есть лемонграсс, потому что этот аромат мой любимый, его нельзя вообще с чем-то спутать, красиво звучит. И классический чай, который я люблю, Юнити я покупаю, пакетированный, привозила с Алтая, там тоже, кстати, были индийские чаи, 1001 ночь, здесь, знаете, черный чай, кусочки лимона, вот если интересно, как-то это так выглядит, лепестки роз, и зеленый чай, то есть это смесовый чай, зеленого и черного, но черного здесь больше, но он заваривается очень слабо, нужно, я не знаю, настаивать, или прям варить, наверное, этот чай, но ароматизатор, конечно, тут добавлю, и это действительно сказка о тысяче одной ночи, вот тематика моего, видео пыталась сделать такой, но все происходит, пыталась сделать такой, но происходит все сумборно, и, наверное, последняя моя покупка, это вот такой платок, шелковый, платков у меня очень много, в Таиланде я покупала а-ля пашмину, но это была смесовая ткань, как мне индус объяснил вот на выставке, что настоящая пашмина, это тонкая ткань из козьей шерсти, и еще есть кашемир, вот, наверное, это что-то схожее, но они стоят, эти шарфы, они теплые, но тонкие, в районе 5 тысяч у них стоили, данный платок, это типа шелк, но это не шелк, он был самый бюджетный, и я вот приобрела, не знаю, может быть, сейчас надену, с слонами, можно видеть, и он достаточно такой тонкий, на нем легко образуются, какие-то вот волокна, могут смещаться, но мне он понравился, по цвету, и моя вот эта фиолетовая, тематика, меня прям, знаете, увлекла, немножко, наверное, странно наблюдать, да, меня в такой обстановке, с таким настроением, вот в этих украшениях, ведь я украшения покупала в Египте, у меня очень много украшений, я одно время привозила магнитики, и они выкидывались периодически, причем не мною, поэтому я начала привозить, кстати, вот из Туниса, керамику, такая ваза, есть, кстати, даже какой-то завод производил эти вазочки, если вы знаете, подскажите, ее довести, я не знала, думаю, могла разбить, в Сидибусоид, я покупала, это город Леа-Санторини, белые дома, и бирюзовые двери, прекрасный вид, считается, такой элитный город, но, вроде бы, аутентичный, но вот там я покупала эту вазу, также я покупала сувенир, это двери, в Египте, ой, в Тунисе, это просто символ, вообще символ Туниса, это двери, у них каждый год проводится конкурс на лучшее оформление дверей, в общем, все символы, кривые линии, прямые, солнце, руки, это все что-то значит, если вам интересно, то вы можете погрузиться в эту тему, изучить, внутри открывается и там зеркало, и когда нам объяснял гид, что двери, это как лицо хозяина, если двери большие, вот, например, у меня два, два сувенира, если двери большие, значит, хозяин гостеприимный и такой щедрый, и если двери маленькие, значит, вот он, либо изысканные, вот такие вот, значит, более такой изысканный, вот что-то, в общем, оформление, вот по дверям уже можно сказать, какой сам хозяин, ну, конечно же, конфигурация дверей зависит не только от хозяина, но и от того, какой дом, потому что где-то невозможно большие двери, есть, по-моему, какие-то двери огромные, прям огромные, я фотографировалась, фотографировалась возле них, и они прям такие, знаете, огромные, нереальные, в общем, вроде бы, такой простой сувенир, но я не могла удержаться, не купить, в общем, рада такой покупке, и нахожу применение этим сувениром у себя в квартире, вот это, наверное, все-таки китайское такое украшение, это заколка в виде павлина, здесь какой-то есть символ, но, не знаю, покупала я в Таиланде, в общем, меня вся эта тема, она завораживает, вдохновляет, и погружает, уносит мои мысли, и, кстати, данный ролик, это, наверное, как у вас, знаете, преддверие восточной сказки, я бы так объяснила это, если вам интересна данная тематика, я только рада поддержать общение, вообще, у меня есть какая-то ретро-косметичка со старой косметикой, какие-то советские открытки, если вы это любите, пишите в комментариях, я сниму ролик, потому что мне нравится смотреть такие, такие немножко ностальгические, винтажные, ретро вещи, вот это все меня просто манит, меня вдохновляет, я когда, например, собираюсь в какую-то страну лететь, или вообще просто вот поездку, да, совершать, я обязательно смотрю, что можно из сувениров привезти, что вообще за культура, какие там, что нельзя, что можно в данной стране, и заканчивая свой ролик, я хочу подытожить, что меня вдохновляют именно вот сами рынки, сами страны, что когда ты заходишь на рынок, вот мы сейчас привыкли, что брендовые вещи, вот у нас есть в психологии такой моментик, что у меня мама вот недавно сказала, я не хочу на рынке покупать там какой-то, даже дешевле пуховик, я хочу дорого, качественно и в магазине, то есть сейчас какой-то стереотипы по поводу ароматов, называют это снобизмом, но я могу это понять, потому что не все выросли в роскоши и богатстве, и когда ты имеешь вот этот рынок, ты ходишь там, тебе хочется, да, какой-то брендовые вещи, вот самые лучшие духи, конечно, это имеет место быть, но у меня не такое восприятие, я люблю вот эту атмосферу, вот это просто для меня, это праздник, да, это праздник жизни, это вот сама жизнь, потому что, ну не всегда у нас были, знаете, торговые центры, и вот все как-то было при живом общении, при торговле, именно торговаться когда, и это целая история, и вообще вот путешествия, они вот именно как-то, я привозила всегда вещи, именно такие знаковые, которые мне нравятся, и вот когда ты смотришь на какую-то, даже маленькую такую штучку, и это не то, что это вот прям, я буду говорить, что это супершлейфовые духи, и там ла-ла-ла, нет, это для меня такой символ, вот символ, в данном случае, случайного моего захода на выставку индийскую, ярмарку, я буду смотреть и вспоминать вот этот момент, конечно же, они нестойкие, они вот пахнут, когда ты вот так их слушаешь, это все просто символ, символ культуры, кусочек такой драгоценности, которую я смогла с собой нести, и хотела вдохновить вас, либо показать иной ракурс, что меня вдохновляет, и как меня-то заряжает, и как я выплескивать хочу это в ролик, свое какое-то такое творчество, и делиться с вами вот этим вдохновением. Все сумбурно, потому что такое, знаете, у меня эмоций столько, я сегодня ночью не спала даже, все думала, что я скажу в ролике, я хочу и какие-то 90-е вспомнить, и потом еще что-то, какие-то поездки вспомнить, и спихать все в один ролик, очень сжато, достаточно сложно получается, потому что мысли путаются, в общем, если вы нашли данный ролик интересным, полезным, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и самое лучшее, это, конечно же, пишите ваши комментарии, ваши мысли, ваши рассуждения, что вы любите, вообще, как вы относитесь к тематике рынков, к путешествиям, что вы привозите из путешествий, скучаете ли вы путешествием, потому что я очень сильно скучаю, и очень хочу, но пока не могу поехать, вот, поэтому довольствуюсь тем, что вспоминаю, смотрю фотографии, меня, вот, данная выставка, это просто, знаете, такая перезагрузка, конечно, на следующий день ты проходишь, отходишь от этого, такого, знаете, антуража, там есть, конечно, вещи посредственного качества, но все равно, когда ты находишься, ты хочешь что-то себе взять, и вот нанести эту частичку, такое сокровище собой, в общем, повторяюсь уже, спасибо всем за просмотр, всем мира, любви, добра, крепкого здоровья, всем вам шли воздушный поцелуй, всем пока-пока, всем пока-пока,